Дорогие друзья, продолжается избирательная кампания и продолжаются очередные снятия наших кандидатов с предвыборной гонки. Причем у нас снимают самых сильных людей, самых сильных кандидатов. Одним из них является Иван Воробьев. Он баллотируется по 11-му избирательному округу в Хабаровскую Краевую Думу. Иван, расскажите, по каким основаниям Краевой суд отменил вашу регистрацию на этой неделе? По несправедливым, Петр Владимирович. Каждый кандидат в свою избирательную комиссию сдает так называемый нулевой отчет. Вот он когда открывает счет. Финанс. Финанс, да, финансовый отчет. Изготовляется он самим кандидатом по установленной форме. Можно было распечатать 10 штук таких отчетов, каждый подписать можно 50. Я распечатал два экземпляра. О том экземпляре, который предоставил избирательная комиссия, я написал копия верна. Почему-то это дал, ну просто по запарке, потому что много документов надо было сдавать. Почему-то суд решил, что это копия документа, хотя не копия ни оригиналов у финансового отчета нет. Ну я понимаю, что вы этот документ сами изготовили, напечатали на компьютере и выпустили через принтер. Поэтому любой выпущенный вами документ является оригиналом, правильно? Естественно, естественно. И более того, мне кажется, когда вы сдавали в форме, по которой вас принимали, там просто стояло первый финансовый отчет, и не было графы, оригинал или не оригинал. Хотя в других формах принятия документов обязательно пишется оригинал или это копия, правильно? Да, на список предоставила еще избирательная комиссия, в которой написано, что просто предоставлен первый финансовый отчет. Ну вот я хочу еще обратиться к жителям и напомнить нашим хабаровчанам и всем жителям Хабаровского края, что это решение принимал судья Краевого суда. Это та инстанция, которая является уже для многих судов Хабаровского края высшей инстанцией в крае. И люди там имеют особо высокую квалификацию. И как судья с такой квалификацией мог принять такое решение, остается загадкой. Но пусть это останется у нее на совести, понятно, что мы будем опротестовывать, обжаловать это решение. Но еще нас удивила, более, наверное, нас удивила сама избирательная комиссия Хабаровского края, которая исключила из заверенного списка общекраевого Компартии Российской Федерации Голуба Леонида Аркадьевича, которые у нас баллотируются по Краснофлотской региональной группе. У него основанием для исключения из списка было то, что он не предоставил сведения о доходах и расходах своей супруги, которая умерла, к сожалению, уже более двух лет назад. Каким он образом должен был сделать эти документы? Ну, видимо, попросить из могилы заверенные эти копии, попросить у нее заверить. Нам до сих пор, для нас остается загадкой. Единственным основанием избирательная комиссия указала то, что у Леонида Аркадьевича до сих пор в паспорте стоит штамп, что он зарегистрирован законным браком. Но Леонид Аркадьевич в силу, во-первых, этических оснований не хотел ставить никакую отметку о том, что у него там этот брак аннулирован. И более того, как мы потом выяснили по закону, он и не обязан был это делать. Поэтому мы, конечно, готовим иск в Краевой суд. Мы считаем, что Краевая комиссия просто в кирзовыми сапогами по паркету прошла и по личной жизни Леонида Аркадьевича, и по самой партийной нашей организации. И, конечно, мы обязательно опротестуем это решение. О других событиях, которые будут происходить у нас в Хабаровском крае, в избирательной комиссии, мы будем теперь каждый день вас информировать.